Здравствуйте, уважаемые зрители научно-популярного канала «Оздоровление». Я Александр Закурдаев. Многие из вас слышали, что от осанки зависит здоровье человека. Наверное, трудно найти человека, которому в детстве родители не говорили, что не надо сутулиться, надо развернуть плечи и держать спину прямой, что от правильной осанки зависит здоровье. А многие родители и сейчас говорят это своим детям. И это правильно, ведь от плохой осанки плохо работает желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистая система, дыхательная система и другие системы. Только вот на практике добиться правильной осанки трудно даже взрослым, потому что большинство людей не знают, положение каких точек тела надо контролировать. Можно сказать, что осанка – это положение тела человека в пространстве, причем не только в положении стоя, но и сидя. Все знают, что тело человека состоит из головы, туловища, рук и ног. Будем считать, что осанка у человека считается правильной в том случае, если положение головы и туловища обеспечивает минимальную нагрузку на позвоночник. Нормальный позвоночник имеет естественные изгибы. Шейный отдел имеет изгиб вперед, грудной отдел – назад, поясничный – вперед, а крестец – назад. Такая форма позвоночника заложена природой. И можно сказать, что позвоночник является пружиной, которая обеспечивает его амортизацию при поворотах, наклонах, прыжках и ходьбе. Это особенно важно для головы. Ведь у нас голова, можно считать, это центральный пункт управления, который обеспечивает работу всего нашего организма. Какое положение должны занимать голова и части тела, чтобы осанка была правильной? Будем ориентироваться на положение определенных точек тела, которые считаются ключевыми для определения правильной осанки. Эти точки парные. Это наружные слуховые проходы, середина плечевых суставов, середина тазобедренных суставов, середина коленных суставов и середина суставов лодыжек. Кстати, лодыжка и щиколка – это одно и то же. Лодыжкой люди часто называют ту самую выступающую косточку, которая находится в нижней части ноги. Вот на нее и будем ориентироваться. При правильной осанке центр наружного слухового прохода находится в одной плоскости середины плечевого сустава. Вот здесь у нас с вами находятся середины слуховых проходов. Вот если вы проведете прямую линию через вот эти слуховые проходы, то вот здесь вот на стене у нас получится точка. То же самое, если будет, если мы проведем прямую линию через середину плечевых суставов, вот с этой стороны, на стене тоже будет появляться такая точка. При правильной осанке центр наружного слухового прохода находится в одной плоскости середины плечевого сустава. Это при виде сбоку. Ну вот если я возьму в руки вот такую картоночку и проведу ее сверху вниз через слуховые проходы и середины плечевых суставов, то как раз получится, что эти четыре точки, то есть две точки слуховых проходов и две точки плечевых суставов находятся в одной плоскости. И важно, чтобы вот эта плоскость была вертикальной, то есть на стене вот эти точки должны находиться на одной прямой, которая является вертикальной. В этом случае нагрузка на позвоночник составляет примерно 5 килограмм. Это вес головы, если кто не знает. Если голова смещается вперед на 2,5 сантиметра, то нагрузка на позвоночник увеличивается на 5 килограмм. Если она сдвинется вперед еще на 2,5 сантиметра, то нагрузка уже будет на позвоночник 15 килограмм. То есть можете себе представить, что происходит, когда человек сутулится и ходит с головой, которая наклонена к земле. В результате такого смещения возникает спазм мышц шеи, плечевого пояса и вертниковой области. Нарушается кровоснабжение головного мозга со всеми вытекающими последствиями. Это то, что касается положения головы. В положении сидя еще две точки находятся в середине тазобедренных суставов. То есть если мы проведем прямую через эти две точки, то на стене тоже получится вот такая точка. В положении стоя следующие две точки проходят через середины коленных суставов. И тоже если мы будем стоять рядом со стеной, то у нас тоже получится в результате на этой стене точка. И последние две точки у нас проходят через лодыжки. Через вот эти две косточки, которые выступают у нас с обоих сторон ног. То есть если мы находимся в положении стоя, то вот эти полученные в результате проекции вот этих горизонтальных линий на стене, то они должны находиться в одной плоскости, то есть на линии, которая у нас с вами получилась на стене. В этом случае нагрузка на позвоночник будет минимальной. Если у нас есть отклонение от вот этой вертикальной линии, которая у нас с вами получилась на стене, это говорит о том, что есть нарушение в осанке вашего тела. Вот эти линии, которые у нас с вами проходят через пары точек, то есть через слуховые проходы, плечевые и тазобедренные суставы, коленные суставы и через точки лодыжек, они должны быть параллельными. В этом случае у нас с вами нет искривления позвоночника. И к этому надо стремиться. То есть если вы будете ориентироваться на вот эти точки тела и положение их в пространстве, то ваша осанка будет правильной. Будьте здоровы! С вами был Александр Згурдаев. Продолжение следует...